Коллеги, всем доброе утро, добрый день. Меня зовут Ксения Митулинская. Сегодня с вами будем смотреть, я расскажу, как происходит настройка прав в 1С документообороте и посмотрим, насколько гибко это можно сделать. Что ж, сегодня с вами посмотрим, давайте кратко проведемся по плану вебинара. Значит, посмотрим на уровни разграничения доступа и обсудим логику их работы. Все мы знаем, что, ну, возможно, сейчас не знаем, что по отношению к другим программам на базе 1С, другим конфигурациям документооборот отличается, вот есть свои особенности в настройке прав, есть дополнительный функционал. Если вы ранее работали, допустим, с управлением торговлей, с конфигурацией управления холдингом, ERP, комплексная автоматизация, бухгалтерия, то, зайдя в настройки прав в 1С документообороте, вы столкнетесь с таким вот недоумением, да, что это, почему тут все сложно, почему отличия. База 1С документооборот предназначена для работы с документами. Понятно, что в работе с документами мы должны позаботиться о безопасности, о конфиденциальности и обезопасить себя от утечек информации. Возможно, этим как раз и нужно объяснять то, что настройка прав в 1С документообороте отличается, немного отличается, немножко сложнее происходит. Но для нас нет слова сложно, правда, у нас есть только слово интересно. Поэтому будем говорить, что настройка прав в 1С документообороте довольно интересная занятие. Рассмотрим подробно все уровни. На примерах, конечно же, будет демонстрация экрана, покажу, покажу, собственно, базу, как настраивать, как это все выглядит. Также покажу вот такие тонкие настройки, это настройки доступности по состоянию, вплоть до видимости, и вплоть до возможности редактирования некоторых реквизитов в карточках уже документов. Документов. Вот. И также покажу, расскажу такое краткое руководство, краткая инструкция, что делать, если у пользователя ошибка прав, и что нужно в первую очередь проверить, проверить, что нужно во вторую очередь проверить, и, собственно, как устранять. Что ж, хорошо. Попробую сейчас запустить демонстрацию экрана, непосредственно приступим к делу. В документообороте есть три основных уровня доступа. Давайте сначала презентацию посмотрим. Тресновных уровня доступа. Это полномочия, политики доступа и рабочая группа документов. Также есть права на папки, но они назначаются сугубо для внутренних документов, проектов, мероприятий и файлов. Может, еще что-то, что упустило здесь также. Только написано, что для внутренних нужно еще и для проектов, для мероприятий, для файлов. Получается, что у нас идет сейчас нумерация с верхнего уровня полномочия. Это верхний уровень, самое крупное деление прав, и рабочая группа – это уже нижнее деление прав. Каждый уровень ограничивает разрешение, выданное выше. Полномочия у нас изначально раздает доступ по крупному делению, а затем уровнем ниже политики доступа ограничивает разрешение полномочий. И таким же образом рабочая группа ограничивает разрешение политик доступа. Сейчас в базе посмотрим. Зашли в раздел «Настройка и администрирование» и смотрим. У нас выведены прямо напрямую полномочия и политики доступа. А где же работать с рабочими группами? С рабочими группами мы работаем непосредственно из карточки настройки вида документа. Буду тоже рассказывать. Давайте зайдем в полномочия и посмотрим. Здесь у нас увидим сразу, что есть какое-то схождение с тем, что мы видели, например, и в бухгалтерии, и в управлении торговлей, и в терапии, и в продукт-холдингах. У нас есть различные профили, которые мы назначаем пользователям. Здесь это у нас называется полномочия, но в принципе особого отличия нет. Если мы провалимся внутрь и посмотрим, что в принципе устроено так же, как и в управлении торговли. То есть у нас есть профиль и роли профиля, которые мы назначаем. Собственно, здесь у нас происходит основное деление прав, основное, скажем так, разделение пользователей. Мы должны определиться, кто из пользователей у нас будет ответственным за НСИ, кто из пользователей у нас в дальнейшем будет иметь право отдела производителей, а кто из пользователей у нас будет, скажем так, инициатором. То есть у нас есть полномочия пользователей, это позволяет инициировать и создавать различные документы. Также есть особая полномочия, которая, например, просмотра всех бизнес-процессов и задач. Обычно применяется для руководителей, для просмотра без ограничения. Сразу можно посмотреть, кому права выданы для удобства, скажем так. Сразу хочу сказать, что права, все права и полномочия, и политики доступа, и настройка по рабочим группам, права можно раздавать не только конкретным пользователям. То есть если у нас 200 пользователей в базе, нам будет очень сложно и трудозатратно добавить сразу 200 пользователей в, допустим, полномочия пользователей, чтобы они могли инициировать документы. Это мы можем сделать с помощью рабочих групп. Давайте посмотрим, в принципе, какие у нас есть здесь варианты. Права назначаются либо конкретным пользователям, первый вариант, и далее. Можно назначать по подразделениям. То есть, допустим, мы выбираем целое подразделение, добавляем сюда, и по итогу у нас получится, что права выданы целому подразделению. Это удобно, очень удобно, когда у нас идет, например, такой интенсивный набор сотрудников, какое-то подразделение, но права мы настраиваем сейчас, и, допустим, не сильно хотим этим заниматься в будущем, а тем более настраивать для каждого пользователя, кто приходит. И поэтому можно как раз воспользоваться вот этой фишкой. То есть, добавить целое подразделение в полномочия или политике доступа и так далее. И когда новый пользователь приходит, мы обязательно ему назначаем подразделение. Соответственно, он получает права такие же, как у своих коллег по подразделению. Это очень удобно. По рабочим группам. Рабочая группа здесь – это отдельный справочник. Мы его настраиваем и создаем по своему усмотрению. Вот в NCI находится рабочая группа. Есть уже несколько, скажем так, типовых рабочих групп. Это все пользователи. А остальные мы создаем сами. Сейчас мы смотрим на демонстрационные базы, типовые от 1С. И здесь уже есть некоторые… Здесь, в принципе, есть данные, заполненные в базе. Не всегда, конечно, корректные. Но нам как раз это и нужно, чтобы посмотреть на примерах. И покликать, поклацать, рассмотреть, как все устроено. То есть, рабочие группы мы создаем сами и добавляем сюда список сотрудников. Например, те же дела производителя. У нас может случиться так, что несколько сотрудников из разных отделов. Им нужно настроить одинаковые права. Мы добавляем этих сотрудников в одну группу и права назначаем уже этой рабочей группе. А не, скажем так, берем каждого пользователя и настраиваем ему права. Собственно, вот это так и выглядит. Давайте посмотрим на группе руководителей проектов. Очень хороший пример. То есть, у нас есть сотрудники с различных подразделений. И им мы настроили особое полномочие. Это руководители проектов в данном случае. Также можно посмотреть разрешение доступа. Это как бы вкладочка из уже следующего нашего круга. Настройки прав из политики доступа. Посмотреть, какие уровни доступа по видам документов у нас назначены для этих сотрудников. Так, давайте еще посмотрим, как можно настраивать права по выразделениям, по рабочим группам, по мероприятиям. Тут, ну, скажу сразу, что используется редко. По проектам также используется редко, но у нас в системе, насколько знаете, есть учет по проектам, учет по мероприятиям. Проектам это только в конфигурацию документа оборот кор. Проект сам по себе, он... Давайте посмотрим, сразу покажу. Проект сам по себе включает проектную команду и план задачи, который эти сотрудники выполняют. Ну, грубо говоря, да, то есть мы сейчас не будем очень сильно детализировать именно по проектам. Кстати, у нас был вебинар в этом году, если не ошибаюсь, по проектному управлению. Это же очень интересно. Если интересно, можете посмотреть на нашем веб-тубе. И, собственно, в каждом проекте у нас есть расписана проектная команда. Понятно, что если у нас сотрудников очень много, и мы, создав один проект большой, громоздкий, добавив сюда различных сотрудников по подразделениям, по группам и лично сотрудников, проделывать это еще маловероятно, что захотим, и, соответственно, нам можно использовать такой механизм, назначать права по проектам. То есть, если мы выберем наш проект, где остаются, то практически все сотрудники, у которых есть доступ к этому проекту, получат доступ к тому объекту, который мы настраиваем. Да, ты в данном случае пользуешься. И, как по мне, самое интересное назначение прав – это можно назначить права конкретной роли. Что такое роль? Как вы знаете, основным функционалом, скажем так, и фишкой документооборота является процессы, это маршруты обработки документов. И у нас есть такое понятие, как роль исполнителя. То есть, мы можем создать роль, назвать ее секретарь. И в настройках процесса, вместо того, чтобы назначать каждый раз конкретного пользователя, то есть распечатать, допустим, договор у секретаря, ставить секретарю задачу конкретную, да, там, выполнить или поручение, Вместо того, чтобы каждый раз не вводить именно фамилию исполнителя, мы можем создать вот такую роль секретарь, назначить на него исполнителя, в данном случае у нас пролову. Что интересно, можно назначить нескольких исполнителей. И эти исполнители, они будут выполнять задачи, которые назначены на секретаря. Что интересно, задача будет проходить сразу всем, двум исполнителям. Кто первый выполнит, тот молодец, кто второй не увидел, тот не выполнил задачу. Понятно, что это будет в статистике по работе. Собственно, права мы можем назначать сотрудникам, которые назначены на конкретную нашу роль в секретаре, независимо от их подразделения, рабочей группы и так далее, или проекта. То есть, вот такой разрез настройки прав доступа у нас здесь присутствует и очень удобен. То есть, мы, например, к нам пришел новый секретарь, подобавок к текущему секретарю. Мы не хотим очень сильно, скажем так, углубляться, а задача стоит такова. Настроить права доступа новому сотруднику, такие же, как у Фроловой. Соответственно, делаем это таким образом, смотрим, какие права настроены, в данном случае, у старого секретаря предыдущего. Настраиваем эти права на роль и, в принципе, мы себя обезопасили от каких-либо лишних трудозатрат в будущем, если вдруг секретарь поменяется еще раз. То есть, что нужно будет сделать, это добавить нового сотрудника и добавить его в исполнители по роли. То есть, здесь у нас есть возможность выбирать пользователей, группировать пользователей по данным разрезам тоже. Как видите, здесь уже есть у нас несколько релей, наш любимый секретарь, и, собственно, можем раздать полномочия на роль. Посмотрим немножко в презентацию. Вера спрашивает, как пришлось рассказать про общие настройки политики доступа. Да, Вер, как раз сейчас будем говорить про политики доступа. Про полномочия, в принципе, рассказали. То есть, это самое крупное деление прав. Остальные настройки действительно ограничивают в дальнейшем, в данном случае, полномочия. Каждая полномочия представляет из собой перечень вот таких ролей, которые мы только что смотрели в прошлом, да. Не то, что в прошлом, а в параллельном будущем, в управлении торговлей и в терапии и так далее. Это права ролей называется. Здесь это обычные роли, специализированные. И они позволяют пользователю, разрешают пользователю получать доступ к таким грубым, обобщенным разделам и подразделам. Работа с задачами, работа с мероприятиями, формирование там отчетов и так далее. Чтение проектов, организаций. Кстати, вот эта база демонстрационная, она есть в свободном доступе, и вы можете ровно на том, что я сейчас показываю, после вебинара зайти и посмотреть, покликать, поклацать, не боясь ничего сломать, что, кстати, тоже интересно. Следующим уровнем у нас являются политики доступа. Здесь мы настраиваем доступ к данным по определенным разрезам доступа. Давайте посмотрим, как это выглядит, разрез доступа и откуда настраивается. Мы заходим в настройку администрирования и политики доступа. И сразу нас встречает подсказка. Подсказка говорит, какие разрешения, кому назначать, скажем так, небольшая справка. Как видите, здесь есть три вкладочки. Сейчас мы сконцентрируемся на первой. Об остальных расскажу чуть позже, но обязательно. Если вдруг забуду, напоминайте. Слева смотрим, какие у нас есть разрезы доступа. У нас обязательно будут конфигурации, виды входящих и сводящих внутренних документов. Обычно, если вы пользуетесь документооборотом или планируете пользоваться, обязательно у вас, конечно же, будут виды документов. Акты, накладные, договоры, приказы, инструкция, служебные записки и так далее. Вот они все здесь у нас есть. Входящие. Как видите, как хорошо, что у нас демонстрационная база. На пустой базе здесь будет все пусто, как, в принципе, и в любой новой базе. Кстати, об этом рассказывала ранее. На предыдущих вебинарах можно базу 1С запустить с нуля, установить типовую методику документооборота. Это заполнить основные справочники и, скажем так, упростить вам внедрение, если вдруг решили запускать своими силами или у вас типовая методика не сильно отличается от типовой. Что у нас еще есть в разрезах? Есть виды мероприятий. Также можно, тоже расскажу про специальное разрешение и проектный доступ. Сейчас у нас в базе используется еще такой разрез доступа, как гриф доступа. Обычно это общий и секретный. Как видите, сейчас у нас довольно демократичное разрешение. Все пользователи могут редактировать все грифы доступа и доступ к организациям. Как это работает? Что это такое? Собственно, здесь в политиках доступа мы можем различным пользователям, объединенных в группу, подразделения, в роли, назначить особенный доступ, скажем так, произвести основную настройку прав в плане гибкости для конкретных видов документов и организации. Посмотрим на эти два аспекта, эти два разреза. Допустим, у нас есть 50 видов документов, а также у нас есть тысячи пользователей. Понятно, что эти пользователи с различными обязанностями, со своими должностными инструкциями, все должны работать по своему четкому определению. И мы не можем дать доступ к созданию договоров сотрудникам производственных отделов. И еще тысяча и одна, скажем так, варианты и версии, что каждый сотрудник должен делать, что каждый сотрудник не должен делать. Собственно, здесь, в этой форме, мы отражаем настройками обязанности наших сотрудников и их, собственно, права. Сейчас, как вы можете видеть, у нас не настроено ничего особенного. Так, давайте это изменим. У нас настроена, сейчас настройка идет, что все пользователи могут редактировать все виды документов. Давайте это изменим. Кстати, вот покваться немножко, вы сможете увидеть, что у нас есть такая группа, да, то есть виды внутренних документов, и уже внутри у нас есть перечень всех видов. И здесь отличаются настройки вот таким синим цветом. Это обозначает то, что вот эта настройка, в данном случае, бухгалтерского отчета, она унаследована из уровня выше, то есть вот отсюда. И для того, чтобы в данном случае нам нужно снять уровень доступа редактирования у всех пользователей, нам нужно это сделать как раз для всех видов внутренних документов. Таким образом, на текущий момент в нашей базе ни один пользователь не может создать ни один вид внутреннего документа. Поэтому давайте приступим, скажем так, к работе. Выбираем вид внутреннего документа, который мы хотим настроить, и жмякнем «Добавить». Выбираем сотрудников. В данном случае я пользуюсь настройкой по подразделениям. И здесь, как видите, добавляется в данном случае подразделение, уровень доступа редактирования. Выбираем роль. Которую нам, допустим, необходимо добавить данному виду документа с возможностью редактирования. Роль добавлена. Также можем добавить, конечно же, отдельных сотрудников. Списком. Все это выглядит вот таким образом. Отсюда, конечно же, сразу непонятно, что это подразделение, это у нас роль или рабочая группа. То, что все другие, в принципе, понятно. Но можем жмякнуть, посмотреть, что нас переводит, скажем так, в роль исполнителя. Это у нас роль исполнителя. Здесь у нас в правой части, в колонку «Уровень доступа». Мы как раз настраиваем наши уровни. Что каждый уровень обозначает? У нас есть чтение, он же просмотр. Это просмотр карточки документа. Редактирование – это уровень выше. Здесь идет от нижнего уровня вниз, но обозначает вверх. Редактирование – это доступ и к чтению, к предыдущему уровню, к добавлению и изменению карточки документа. Но при этом кроме реквизита регномер. А регистрация – это, скажем так, самый широкий уровень. Это доступ и к чтению, и к редактированию. И плюс – изменение рекламных документов. Поэтому понятно, что регистрацию мы будем назначать исключительно ограниченному кругу пользователей, которые у нас обычно – это дело производители, у которых есть и будет и должно быть право регистрации документов и присвоения регистрационного номера. Наталья спрашивает, можно ли, восстанавливая доступ к подразделениям, указывать иерархически. Нет, к сожалению, нет, потому что система устроена таким образом, что ей нужна конкретная папка. Иерархически как видите, сейчас секундочку переключусь на демонстрацию. Заходим в структуру предприятия. Здесь у нас... Здесь у нас... Смотрите, система будет видеть пользователей, которые исключительно находятся в данном подразделении. Если у нас есть другое подразделение, скажем так, которое находится в этой папке с подразделением, то оно, к сожалению, не будет учитываться. Система видит только пользователи, которые указаны на данном подразделении. Поэтому, если нужно настроить на несколько подразделений, то придется все-таки их поблагодарить немного. Что ж, окей, продолжим. Собственно, вот о чем говорила ранее. У нас есть и чтение, и редактирование, и регистрация. Поэтому здесь нам нужно быть особо внимательными, поскольку я считаю, что это основная настройка такого разограничения и гибкости в системе. Потому что практически каждому виду документа мы можем настроить другой список сотрудников, которым доступен и которым доступен этот документ для создания, добавления и изменений и также чтения. Такая настройка происходит у нас по каждому разрезу. Если мы только начинаем работу в системе, то можно координироваться вот такими типовыми настройками, которые есть как раз в нашей типовой базе демонстрационной. Если вы не знаете, допустим, как должно быть все устроено касаемо развлечения доступа, то у вас есть два варианта. Установить типовую методику документа оборота и с ней поиграться, посмотреть, насколько она вам подходит. И второе это взять методолога или обратиться в компанию франчайзи с методологом, который поможет вам разобраться в данных вопросах, поставить методику вашего документа оборота и затем уже будем внедрять. Что самое интересное здесь, вот эти разрезы доступа можно настроить их пересечения. По факту они будут пересекаться. Например, нам есть такая задача. У нас есть главный офис и два филиала, которые находятся в различных городах. Главный офис в Москве и два филиала, которые находятся в других городах России. Что нам нужно сделать? По логике нам нужно, чтобы секретарь, который сидит в главном офисе в Москве, мог видеть и просматривать все входящие и сходящие документы, которые приходят в филиалы. Но при этом нам нужно, чтобы секретарь, которые сидят в филиалах, могли видеть входящие и сходящие документы только по своим филиалам, по своим подразделениям, но при этом не могла видеть то, что происходит у нас в главном офисе в Москве. Как мы можем это сделать? Первым делом нам нужно обновить в данном случае наша липорганизация. можно сделать двумя путями. Добавить филиал как организацию, одну, вторую будет реорганизация, или же воспользоваться структурами предприятия. Я, наверное, настраивала через организацию, потому что таким образом нам будет проще работать именно в политиках доступа. Сейчас у нас есть одна организация, это центр Курии. Для того, чтобы отразить нашу задачу с филиалами, нам нужно добавить еще две организации. Нам в принципе сейчас для демонстрации не нужно заполнять конкретных данных. от организации ННКПП можно не заполнить. Понятно, что в своей базе нужно все делать корректно, но для демонстрационной базы это очень характерно. Можем как раз скажем так подраться. Перезаходим на страничку с настройкой политик доступа и видим, что у нас появились наши дополнительные организации. Филиал один, филиал два. И что нам нужно сделать? То есть это у нас будет главным офисом, это у нас два филиала. Соответственно добавляем сейчас по сотруднику настроим. Значит у нас настройки нужно отобразить таким образом. Берем сотрудника и разрешаем ему доступ. То есть в данном случае у нас зеленец будет секретарем главного отца московского. добавляем сотрудника в филиал один и в филиал два. Это обеспечит доступ секретарю зеленец, секретарю главного офиса доступ к документам филиалов. А здесь уже в каждом филиале мы можем настроить добавить секретаря данного филиала. Понятно что у нас не отражено сотрудников. Будем выбирать рандомно. И вот таким образом допустим Штрепин это секретарь филиала один. Мы его добавляем в колоночку с разрешением кому в филиале один и в филиале два добавляем секретаря второго филиала. Таким образом мы как раз разрешили нашу задачу где у нас есть несколько филиалов, несколько подразделений и главные подразделения. И нам нужно чтобы сотрудники например секретарей чтобы сотрудники главного офиса видели документы и могли просматривать или редактировать. Это у нас отражается уровнем доступа. Если хотим чтобы только смотрели местами чтения, если хотим чтобы принимали участие в сайтах редактирования и таким образом добавляем по подразделениям по организациям тех сотрудников которые должны быть в конкретной организации. Этим мы как раз и обеспечиваем разделение прав доступа. Понятно что совместно с организациями нам еще нужно раздать доступ сотрудникам по видам документов нам нужно убедиться что необходимые нам нужные нам виды документов просмотрены здесь все и проверены что к ним есть доступ у необходимых ответственных лиц. Понятно что сейчас мы немножко некорректно настроили все пользователи могут только смотреть все документы и некоторые сотрудники под роли могут создавать договор. возможно есть вопросы на данном этапе. Анна спрашивает зачем создается для головной организации политики доступа и полномочия которая выше уровня может дать права на просмотр документов без ограничений. Смотрите Анна здесь как раз и отрабатывает наша пирамидка то есть у нас есть полномочия которые выдали доступ сотруднику на просмотр всех документов полномочия да но в политиках доступа мы говорим что да можно смотреть все документы но только по этой организации которую мы указываем если мы не указываем что нужно смотреть только по одной организации то скажем так на строке и не будет в политике доступа у нас появляется документ используя который мы можем ограничить выданные ранее полномочия сергей правильно тоже говорит считает что это для тех случаев когда документы нескольких организаций ведут в общих папках да совершенно верно совершенно верно про папки тоже давайте расскажу и потом обратно на политике доступа переместимся так переключаемся на презентацию у нас документы хранятся в папках в системе что касается документов то только внутренние входящие и исходящие обычно по папкам не хранятся и отображаются отдельным списком но вот внутренние документы а также файлы проекта мероприятия у нас хранятся в обязательном порядке в папочках папочки мы создаем по своему усмотрению здесь нет единого регламента мы можем их папочки создавать по скажем так виду документа приказы служебные записки документы отдела персонала бухгалтерии и так далее можем создавать по подразделениям бухгалтерии отдела персонала информационная техническая служба производство и так далее здесь нет единого регламента устраиваем архитектуру папок так как нам нужно как нам будет удобно работать документ виды документов которые мы обсуждали ранее обязательно хранятся и записываются в конкретную папку то есть когда мы создаем документ он у нас в системе это касаемо внутренних документов он в системе будет храниться помещается в нашу папку которую мы ранее создали и назначили для хранения данных документов в одной папке могут храниться там несколько видов документов если мы сделаем такую настройку стоит учитывать что если мы все делали правильно если мы раздали сотруднику полномочия на создание договоров допустим если мы в политиках доступа назначили сотруднику доступ к редактированию уровень доступа редактирования к данному виду договора при этом пользователь заходит и говорит ну я не могу создать ничего у меня прав нет это как раз связано с тем что сотрудника не в прав на папку в которой будет храниться данный вид документа право на папку настраивается таким образом кликаем правой кнопкой на папку и смотрим настройку прав здесь также настраивается как по пользователю то есть можно добавить как пользователей так рабочие группы подразделения роли и так далее галочки это значит разрешено это значит не назначено и у нас вот так выглядит запрещено если у нас идет какое-то сопоставление допустим разрешено и не назначено то есть мы добавили сюда сотрудника отдельно а потом добавили рабочую группу в которой есть этот сотрудник и назначили им различные уровни доступа именно в папке то они будут совмещаться следующим образом если у нас идет разрешено и не назначено то будет разрешено разрешено и разрешено то будет разрешено Если у нас хоть где-то есть запрещено, то доступ будет запрещен. Также есть интересная новая ссылочка, это наследовательность. Наследовать права от вышестоящих папок. В вышестоящие папки сходим и смотрим. Нам можно создать 10 папок в договорах, допустим, потому что у нас 10 видов договоров. И мы хотим, чтобы карта договора, вид договора хранился в отдельной папочке, чтобы не путаться. Но при этом все права будут одинаковы на папку для договоров. И, соответственно, мы можем воспользоваться такой фичей. Настроить права на папку только для верхнеуровневой папки. И раздать их всем папкам, которые есть. Как раз нажать вот эту галочку. Давайте вернемся к политикам доступа. Немножко расскажу про наши закладки, которые здесь параллельно. Что такое специальное разрешение? Это исключение из наших разрешений. То есть, например, у нас есть... Мы выдали право целому подразделению бухгалтерии редактировать договоры. То есть это добавление изменения. При этом у нас есть помощник бухгалтера, который тоже здесь находится в физическом подразделении бухгалтерии. Но мы не хотим помощнику бухгалтера давать право на добавление и изменение договоров. Что в таком случае делать? Менять здесь какие-то настройки? Добавлять всех сотрудников бухгалтерии вручную? Наверное, нет. Потому что если это как раз наш механизм. Это специальное разрешение. Можно настроить... Ну вот здесь, как видите, есть предметы доступа. И немножко другой вид. То есть выбираем сотрудника или группу сотрудников. И какие разрезы им положено редактировать. Выбираем здесь. То есть в данном случае у нас система будет отзабатывать следующим образом. Все виды внутренних документов у нас не будут создавать системы, потому что в сотрудниках только есть чтение. А у делопроизводителей регистрация. То есть только делопроизводители могут сейчас добавлять и изменять документы, в том числе и их регистировать внутренне. И особое разрешение для бухгалтерии, роли по юр-отделу и сотрудников Воронцовой. Но через вкладку специальное разрешение мы видим, что у нас есть сотрудник северянников, которому как раз разрешено создавать все виды внутренних документов. И изменять, то есть регистрирование уровень просмотра, добавление изменений. А также он обходит у нас гиф доступом. Прежде чем мы передвинемся на следующую закладочку «Локальные администраторы», хочу рассказать о третьем уровне досуга, которое у нас есть. Секундочку, сейчас расскажу про рабочие группы и прочитаю ваши комментарии, вопросы. Давайте переместимся чуть-чуть назад. Вот, у нас есть третий уровень доступа. Это рабочая группа документов. Понятно, что, вот, вернемся немножко назад и вспомним, что у нас каждый следующий уровень вниз способен ограничивать, только ограничивать доступ из уровня выше. То есть, чего-то нового здесь в рабочей группе из полномочий, допустим, мы придумать не можем для сотрудника, а только ограничить. Давайте посмотрим, как это работает. Изначально она встраивается в виде документа. Для того, чтобы включить доступ по рабочей группе, нам нужно включить двигалки обязательно. Автоматически, это вот эти двигалки. Заполнение рабочей группы является обязательным. И автоматическое введение состава участников рабочей группы. То есть, по данному виду документа мы включили автоматическое введение рабочей группы. Что это значит? Я создаю документ как сотрудник, инициирую его, создаю и заполняю реквизиты. И автоматически я подтягиваюсь в рабочую группу документов. Затем я этот документ отправляю на согласование и указываю своего руководителя. Либо вручную это делается, либо, конечно же, через наш любимый процесс и задачи отправка документа по маршруту обработки. Маршруты обработки у нас могут быть огроменными. И мы можем даже не подозревать, в данный момент, если у нас какой-то очень большой маршрут, мы можем не осознавать количество сотрудников, которые будут привлечены к согласованию и обработке этого документа. И, собственно, что эти две галочки нам делают? Они автоматически просчитывают, кто будет к документу иметь отношение и вносят его в рабочую группу. В принципе, этот функционал очень полезен, если у нас есть какой-то документ, которому мы не хотим давать доступ всем пользователям, которые имеют права на обчтение, просмотр договоров. У нас есть договор особенный. Он у нас лежит в папке, в которой есть доступ у большого количества сотрудников. Здесь он указывается. При этом мы хотим как-то сузить и ограничить количество привлеченных лиц к этому договору, для того, чтобы его нельзя было просмотреть сотрудникам, которые не являются конкретно исполнителями задач по этому документу. Для этого как раз используется рабочая группа. То есть это ограничение. Это ограничение доступа конкретно к каждому документу. Если все документы вести таким образом, то, в принципе, можно хорошо себя безопасить, конечно же, от утечки информации или потому, чтобы сотрудники имели доступ и посматривали документы, которые не относятся к ним. Но также здесь будут сложности. Например, если вдруг нам нужно будет сбросить ссылку на документ к какому-то сотруднику, который, по идее, должен был бы участвовать в процессе и должен был бы иметь доступ к документу, но не имеет. То есть он не сможет перейти по этой ссылке, и ему ничего не отобразится. Чтобы отобразилось, нужно его добавлять уже в ответ на группу, рабочую группу по этому документу. И таким образом это работает. Понятно, что если, скажем так, в 1С, основная логика работы 1С, если у нас есть какой-то функционал, то у нас должна быть возможность альтернативы или как обойти этот функционал. То есть в данном случае ограничение. Например, мы введем в нашей базе все наши документы исключительно по рабочим группам. И нам нужно добавить нашего руководителя от образделения или руководителя от филиала нашего во все рабочие группы. Что для этого можно сделать? Первый вариант. Мы в шаблон можем добавить нашего сотрудника, который в любом случае должен видеть документ. Или же можем воспользоваться такой функцией, как локальные администраторы. Оно находится в политиках доступа. Мы остановились на вкладке специальных разрешений, а это как раз весь локальный администратор. То есть функционал вот этот локальных администраторов нам позволяет обходить ограничения от рабочих групп. Вот таким образом. Возможно, материал кажется сложным, но здесь нужно, скажем так, не ограничиваться только теорией или показами. Обязательно, если вам интересно, или вы сталкиваетесь с такой задачей у себя в рабочее время, или же вам предстоит внедрение документа оборота, вы интересуетесь, что как будет происходить. Обязательно попользуйтесь информационной базой, подкликайте, не бойтесь ничего сломать, там уже все сломано. Таким образом у вас появится какая-то уверенность и понимание. Потому что я согласна, здесь может быть такой момент, что сложности, что что-то непонятно, слишком много разрезов доступа, слишком много различных фишек, функций, и может все не заполниться. То есть обязательно, я рекомендую, обязательно попробовать лично каждому. Давайте посмотрим, какие у вас были вопросы. Так. Пока переключимся. Сергей спрашивает, если я ставлю в группе всем пользователям и запрещено чтение, то одним больше эту папку не увидит. К сожалению, нет. у нас, если мы говорим про администратора, сотрудников с полномочием администрирования, то он увидит все папки. Что касается папок, оно так работает. Анна спрашивает, если в политике доступа пользователю выданы права на чтение, а в рабочей группе документов устанавливают признак изменения, настройка не отработает, здесь вам система ругнется, прежде чем вы установите галочку изменения. Вера правильно говорит, что админ может изменять папки и просматривать все папки. Наталья спрашивает, в документе ведется учет состава рабочей группы. Если для одного из сотрудников согласовывавший документ настроили делегирование прав сотрудника 2 и на документе стоит гриф конфиденциально. Среди 2 входит состав рабочей группы не входит и не попадает в документ. Как обойти? Давайте сразу расскажу про делегирование и отвечу на вопрос. Что такое делегирование? Когда мы настаиваем пользователей, то мы должны четко разгранировать их обязанности. Если по каким-то причинам пользователь уходит в отпуск, необходимо настроить замену на определенный период. Мы можем воспользоваться функционалом делегирования прав. Что это нам позволяет сделать? Создаем делегирование прав от кого и к кому. Выбираем, что делегировать, все права или выборочно. То есть, допустим, если у сотрудников был доступ к календарю, всем мероприятиям, к личной почте и особым проектам, то мы можем оставить только одну галочку, допустим, доступ к задачам или доступ к документам и файлам. Таким образом, сотрудник, который получил данные права на данный период от основного пользователя, у него будут, конечно же, свои права, плюс права, которые мы ему назначили через делегирование. Но не все, а именно их можно здесь выбирать. Также очень важно это указывать дату окончания периода действия прав. Потому что раздав права, сотрудник выходит, допустим, на 2-3 недели в отпуск. Мы назначили делегирование и ушли. Сотрудник возвращается из отпуска и, соответственно, начинает продолжать свою работу. Но сотрудник, у которого назначено делегирование, все равно тоже продолжает вводить те документы и файлы и задачи, которые были ему назначены. Понятно, что мы можем забыть зайти сюда и отменить данные делегирования прав. Поэтому рекомендуется сразу назначать дату окончания периода. Действия для делегирования прав. Что делать? Ситуация, например, как написала Наталья. То есть у нас есть сотрудник, у которого есть доступ к грифу секретно конфиденциально и другой сотрудник, который получил права первого сотрудника с помощью делегирования. Здесь фишка в том, Наталья, попробуйте настроить таким образом, чтобы у нас делегировались не конкретные права, выбранные, а попробуйте что делегировать, выбрать все права, посмотреть, как система проведет, потому что здесь у нас нет конкретного разрешения давать гриф доступа или не давать гриф доступа. В отдельных случаях, если принято решение, что сотрудникам нужно делегировать данные права, то можно настроить через политики доступа, через специальное разрешение, внутренние документы, гриф доступа. Совместно с делегированием должно отрабатываться. Так, демонстрационная база находится на сайте 1С. Официальном 1С демонстрационная база документа оборот. Я думаю, что сбросим в общий чатик под конец демонстрации. Виктор спрашивает, кого на практике назначают локальным администратором. Обычно назначают директоров филиалов. Если настроено раскраничение по рабочим группам и интенсивно используется. Может ли пользователь с ролью администратора системы обойти любое ограничение полиции доступа и рабочих групп? Да, конечно. Администратор системы, у которого есть полномочия администрирования, по умолчанию к нему не применяется дальнейшее ограничение прав. права. У нас есть пользователь администратора. Можем посмотреть, что у нас полномочия администрирования. И таким образом мы, находясь под этим пользователем, сейчас можем вам, я могу вам показывать под этим пользователем, как происходит настройка прав, и можем смотреть все права, все права. и так далее. Кроме есть одно исключение, это личные файлы и личные документы сотрудников, которые могут их... То есть можно в системе под определенным пользователем создать личные папки и файлы в файлах, и они не будут видны под админом. Давайте продвинемся немножко расскажу... Сейчас вернемся потом еще к вопросам. Расскажу про настройки доступности по состоянию. Если нам нужно... переключимся на презентацию. На минутку. Доступность по состоянию у нас ограничивает возможность изменить определенные реквизиты в карточке документа уже готового созданного в зависимости от того, в каком он состоянии. Что это значит? Если мы только что создали документ, то... Давайте посмотрим, да? Попробуем создать карточку документа. мы иницируем договор. Мы хотим его создать. Соответственно, у нас все поля документы практически кроме регионера доступны для изменения. Мы можем изменить сейчас все. Сумму, срок действия, грифы, подразделения, ответственных, стороны, описание и так далее. Это абсолютно нормально. понятно, что мы редактируем договор, прежде чем его создать. При создании мы его редактируем. Затем, после того, как наш документ отправится на согласование, отправится по маршруту обработки документа, у него поменяется состояние. Сейчас документ в состоянии проект. Затем по тому, как документ будет двигаться по маршруту обработки документа, он будет аккумулировать различное состояние. Состояние из действий согласования, состояние из действия подписания. Сейчас из регистрации у нас проект, потому что мы только создаем его. Состояние из действий рассмотрения, исполнения и так далее. При этом мы с вами понимаем, что документ, который находится на согласовании, или документ, который прошел подписание, он не должен, если подписание успешно, он не должен изменяться в системе. И обычно так происходит. мы не имеем права изменить документ после того, как его подписали. Собственно, здесь у нас с вами находится инструмент для отражения этих настроек. у нас есть настройки для отдела производителя, то есть это настройки, которые позволяют сотрудникам регистрировать документ, а также на регистрации изменять некоторые реквизиты. Обычно общие настройки для пользователей выглядят таким образом и настраиваются тоже таким образом. У нас есть перечень полей документа. и галочками мы настраиваем в каких состояниях мы хотим, чтобы документ, чтобы реквизит был доступен для редактирования или недоступен. Здесь также важно очень понимать, что вот эти галочки они накладываются. То есть у нас сами состояния аккумулируются, они собираются вместе. И соответственно, если мы поставили статус допустим согласован и наименование редактирование наименования возможно, то при этом если мы смотрим в статусе подписан не назначено, при аккумуляции этих статусов в документе будет допустим два статуса согласован и подписан и при этом система отработает таким образом, что она позволит изменять наименование. То есть этого не должно происходить, поэтому тут внимательно настраивайте вот эти галочки очень внимательно. Понятно, что настройки мы раздаем пользователям и обязательно назначаем видом документов. можно всем видом документов назначить и можно конечно же только определенным. Назначаем здесь виды документа, которые нам нужны. ГИПСУ, кстати, на настройки доступности по состоянию также есть из вида документов снова. И так, давайте посмотрим еще вопросы. Наталья спрашивает, можно ли задавать вопросы по работе документа оборота этой специалистам, кроме как через линию консультации. если у вас есть КТС, то вы можете выбрать партнера, которые будут вам оказывать услуги в рамках КТС. И насколько помню, есть возможность задавать вопросы. Насколько знаю, линия консультации обычно отрабатывает в течение нескольких часов. То в таком случае, нужна очень оперативно, то можно как раз обращаться к партнеру. Если партнер некомпетентен, можно поменять партнера. Так, еще есть коллеги всем видна демонстрация. Просто вижу, что были комментарии, потому что не видно здесь в программе. Извиняюсь. Уже видно ли сейчас экран. Хорошо, экран сейчас не видел. Приключу вас на демонстрацию. Сейчас должен быть. Настройки доступности. Окей. Давайте еще раз покажу настройки доступности. Сейчас экран есть. доступности. Хорошо. Давайте еще раз покажу по настройке доступности. Заходим в настройки администрирования и настройки доступности по состоянию. Вот таким образом у нас есть разграничения от внутренней сходящей и входящей и различная группа. То есть для отдела производителей, для пользователей здесь у нас будет аккумулироваться далее наши группы. То есть можно создавать свои для отдела персонала. например. Зайдем в настройки пользователей и выглядит таким образом. Вот эти галочки, о которых я вам рассказывала. То есть здесь у нас слева идет перечень реквизитов документа, для которых мы настраиваем права изменения. И здесь в основной таблице у нас перечислены состояния документа и расставлены галочки. В привычном уже режиме у нас зеленая есть, то есть назначено, можно редактировать точку это не назначено и она скажем так опирается на предыдущее состояние. То есть если предыдущие были доступны или недоступны, то выбирать в себя эти значения. И соответственно здесь как раз нужно быть внимательным при настройке разрешений. статусы сверху, предвизиты у нас в столбце. Таким образом. Самое частое обращение по доступности обычно типовые настройки доступности всем подходят, но самое частое обращение это запрет на добавление файлов или на редактирование файлов в этом роде. то есть если сталкиваетесь с какими-то ошибками или какими-то запросами, то смело заходите сюда и смотрите на настройки. Назначаем пользователем и здесь вкладке назначаем видом документов. Так, Виктор спрашивает, почему нельзя делегировать доступ по конкретным документам или роли? Ну, по идее можно, но если у нас есть один определенный документ или два и сотрудник уходит в отпуск, мы хотим дать доступ другому сотруднику, то мы попросту добавляем его в рабочую группу этого документа. Но при этом добавлять каждому документу в рабочую группу нелогично, потому что если 50, то придется их создать хорошенько, а потом выбирать доступ. Но делегирование у нас не работает по конкретным случаям. Если мы наставим делегирование, то у нас идет разделение только по разрезам. Либо документы и файлы, работа с задачами, работа с проектами, работа с календарями и так далее. Что ж, придвинемся чуть далее и посмотрим на наш чек-лист. Когда мы настраиваем права, можно таким образом себя проверять. То есть мы идем сверху тоже вниз. пользователь сверху вниз. То есть пользователю должно быть назначено полномочия на работу с доступом, на работу, доступ к определенному разделу. Входящее, исходящее, или просмотр всего, или контролинг. Затем вниз у нас должен быть настроена, должна быть настроена политика доступа, то есть разделение по видам документов. Понятно, что можно этим не пользоваться, если вам не важно в принципе разграничение прав очень сильно, вы только начинаете. Можете не настраивать политики доступа, можете назначить только полномочия и начать работать с ними. Затем по уже своим прогрессу посмотрите, что вот этим сотрудникам допустим не очень сильно нужен доступ к документам отдела персонала и так далее. То есть вы можете не изначально определиться с матрицей прав, а постепенно. Затем мы должны себя проверить, что действительно пользователь разрешен доступ к папке и включен ли он в рабочую группу. Это такой чек-лист для себя. Если допустим мы добавляем нового сотрудника и можем себя прогонять по такому чек-листу, чтобы себя проверить и обезопасить от ошибок. Чек-лист второй у нас такой это чек-лист второй это у нас из типовой методики документа оборота, что рекомендуют что рекомендуют методологи документа оборота для преднедрения и для обслуживания. То есть основные такие азы. То есть у нас наши основные требования к безопасности мы должны определить сразу при внедрении системы. Возможно если вы не уверены есть ли у вас такие требования то есть если маленькая организация у вас то понятно что можете начать работу исходя исключительно из полномочий а затем уже двигаться дальше. Но вот такой пункт когда мы сразу прописуем требования по безопасности это нам очень сильно облегчит работу. Политики доступа должны быть как можно проще. это связано с тем что когда администраторы систем скажем так работают с системой допустим год-два и так далее работает предприятие обращаются пользователи для этих пользователей в политиках доступа мы настраиваем всячески интересные настройки очень тонкие по китам договоров по организациям и не сильно помним что мы сделали не отражаем это раздаем спецразрешение и так далее то есть при такой работе мы можем очень легко запутаться если вдруг у нас не администратор системы то он придет и ах нет что это у нас тут настроено поэтому лучше всего держать политику как можно проще непонятно что если нужно то уже настраиваем а если настраиваем то обязательно описываем что мы сделали для того чтобы во-первых самому не забыть полномочия пользователей должны быть четко определены с этим абсолютно согласно то есть мы должны определить сотрудник будет он столопроизводителем или может быть инициатором или торговый проект и так далее как рекомендуется назначать полномочия обычно по умолчанию доступ ко всем данным нужно запретить а затем скажем так разрешать по требованию такая методика она является корректной и правильной за каждой папкой закрепить ответственных тоже хорошая очень хорошая мысль и нужно прислушаться к данному чек-листу делегирование прав использовать по мере необходимости здесь хочу добавить что пользоваться конечно же нужно можно но при этом обязательно не забывайте проставлять сроки окончания периода действия делегирования и конечно же проводить время от времени аудит безопасности информационной системы давайте посмотрим на основные ошибки если вы ранее не сталкивались с документооборотом а только с другими конфигурациями если вдруг у вас случилась ситуация что вы создали нового пользователя в системе документооборот и все и скажем так синициировали пользователя что он может работать настроили ему права раздали доступ настроили права но при этом пользователь говорит не могу зайти нет прав что делать как такую ошибку лечить нет это не глюк системы это не глюк платформы дело в том что в документообороте права у нас применяются не сразу не динамически они у нас обновляются и скажем так они работают через дескрипторы доступа дескрипторы доступа рассчитываются в отдельно если тут тоже есть два варианта может через рекзадание обновляться или вручную обычно база серверная и у нас все приходит через рекзадание давайте посмотрим о чем идет речь включила демонстрацию очень хорошо так у нас есть управление расчетом прав такой подпункт и где скажем так рабочее место по правам если установлено ручное обновление прав есть две очереди долгое и оперативное оперативная очередь обычно рекзадание которые отвечают за оперативную очередь отрабатывают каждые пять минут очень часто это изменение по документам сейчас не буду всех описывать не успеем долгая очередь это пересчет дескрипторов тоже по объектам и как раз когда мы создаем нового пользователя для него создается новые дескрипторы обновляются и для нашего нового пользователя создается доступ он помещается в долгую очередь и ее необходимо мы не можем просто создать сотрудника и уйти сразу него прав не получится только после обработки этого рекзадания обычно это рекзадание работает ночью немножко перегружает систему если много чего у нас есть давайте посмотрим в регламентных заданиях фонов вот у нас есть обновление прав доступа долгая очередь и оперативная очередь в данной базе у нас автоматически настроена долгая очередь в том числе обычно в рабочих базах пользователей в ваших рабочих базах вот это рекзадание оно очень сильно перегружает систему если будет выполняться так же как и оперативно обычно его ставят выполнение его ставят на ночь и если вдруг пришел новый пользователь и срочно сейчас нужно раздать ему права мы настаиваем и затем вручную запускаем вот это рекзадание на выполнение прогресс по выполнению мы увидим здесь в управлении расчетом прав здесь будет график с количеством задач можно будет смотреть детально перечень объектов для изменения и так далее сейчас у нас все по новям потому что мы не сохранили ни по факту ни одного изменения которое вносили в политике полномочия то есть это первое на что вам нужно будет посмотреть если вдруг вы услышите про ошибку доступа это обычно гарантирует после каких-то изменений дискриптеры не пересчитались и соответственно доступ не обновился вот так так обычно происходит если если же у нас очередь долго оперативно отработана у нас нет никаких заданий в этой очереди приступаем к следующим шагам здесь наверное нужно было написать во вторую очередь стоит проверить то есть идем снизу вверх у нас есть какая-то ошибка мы проверяем включен ли пользователь в группу документа рабочая если она включена смотрим на конкретный документ и далее двигаемся вверх по скажем так нашей пирамидке прав имеются ли у пользователя права на папку смотрим тоже то есть допустим пользователь пришла задача по согласованию документа пользователь хочет открыть этот документ вы сталкиваетесь с ошибкой то есть здесь может отрабатывать то что нет прав на папку политики доступа проверить то есть выдумали разрешение в политиках доступа и понятно самый верхний уровень это проверить если полномочия обычно по практике могу сказать что основные ошибки они первых двух пунктах поэтому именно здесь я решила что будем идти не сверху вниз по пирамиде от полномочий к рабочим группам а наоборот потому что обычно ошибки где-то здесь и это существенно украшает наш путь как как в принципе смотреть как работать как расследовать ошибки первым делом давайте зайдем конкретного пользователя и посмотрим что у нас есть кнопочка группы полномочия и где мы можем увидеть наш первый уровень полномочий какие полномочия сотруднику выданы и можем посмотреть в каких рабочих группах он состоит соответственно какие рабочие группы дают ему права можем форсировано выдать сотруднику какое-то полномочия выбрать галочкой конечно очень нерегко надо это делать только в тестовой байбе и может посмотреть детально то есть мы допустим столкнулись с ошибкой данный пользователь не может получить доступ к данному документу заходим данный отчет и смотрим читаем внимательно что тоже разделено по подгруппам есть доступ по полномочиям какие полномочия какие уровни дает настройки политик доступа какие права дает нам настройки политик доступа есть ли специальное разрешение есть ли разрешение от локальных администраторов то есть это локального администрирования это обход рабочих групп разрезы доступа список полномочий и ролей это уже полный Это уже полный список. Сможем анализировать таким образом. Далее. В каждом объекте в нашей системе можно зайти по кнопке «Еще», давайте договор откроем, в пункт «Права доступа». Практически в любом объекте базы документа обороты есть такой пункт. Здесь нам система показывает, какие пользователи имеют доступ к этому объекту и какого уровня. То есть таким же образом можем анализировать здесь, что именно происходит и какие пользователи получают доступ. Дескрипторы. Можем тоже посмотреть, откуда мы получили данные права. И, соответственно, только каких еще объектов этот дескриптор действует. Так, ага. Нет экрана 1С. Понятно. Извиняюсь. Показываю экран. Окей, вернемся на секундочку. Вот у нас правопользователи идут таким образом. Кнопочка группы полномочия. Здесь список полномочий и отчет. Сразу здесь же очень удобно отчет настройки доступа. Вот в таком виде отчет выглядит. Выглядит доступ по полномочиям, по политикам доступа, спецразрешения, локальное администрирование, разрезы доступа и так далее. И здесь перечень всех ролей. И в каком-либо объекте нашей информационной базы у нас есть по кнопке «Еще» пункт «Права доступа», который нам показывает, какие пользователи с каким уровнем имеют доступ к данному документу. И скрипторы. Извиняюсь, что иногда не показываю демонстрацию, это нужно перекричаться. Так. Что ж, вот у нас такой краткий чек-лист. Если у нас ошибка пользователя связана, допустим, с моментом, где ему недоступен какой-либо реквизит к изменению, или наоборот, он жалуется, что слишком много реквизитов доступны для изменения, допустим, после регистрации. То есть изначально таких ошибок не должно быть в корне, в принципе, в системе. Потому что это нарушение основных правил безопасности и конфиденциальности по документам. Но если уж вдруг так, мы смотрим в настройки доступности по состоянию. Можно непосредственно переходить. Например, у нас есть вот наш договор аренды. Мы не хотим отдельно заходить и искать, какие настройки доступности назначены. Мы можем посмотреть непосредственно. Открываем вид документа. И закладочка настройки доступности. Вот у нас здесь есть. И перечень групп и настройок, которые можно изменить. Ну и, конечно же, помним, что нецелевое изменение настроек прав доступа может и обязательно приведет на бесперебойную работу пользователей. То есть, если хотим поиграться с правами, то делаем это исключительно на демонстрационных базах. Читаем материалы, затем настраиваем и перепроверяем. На рабочей базе уже мы должны настраивать только то, что нам необходимо. Конечно же, лишнего не раздавать и так далее. Если ошибок с правами не возникает, рекомендуется оставить с ним, как есть. И лишний раз не нажмякать ничего лишнего. Что ж, спасибо за просмотр. Игорь, если вдруг на какие-то вопросы не ответила. Так, есть вопрос, Игорь. На каком ресурсе можно посмотреть предыдущие вебинары? Можно посмотреть, если не ошибаюсь, на нашем YouTube-канале. Кстати, обещала сбросить ссылку на демонстрационную базу. Давайте завершаю демонстрацию рабочего стола. И сейчас... Быстренько пробую найти и сброшу сейчас в общий чат ссылку на демо-базу. Пока можете писать вопросы. Так, вот сука. Сбросила в ссылку, где у нас находится... Это ссылка на официальный сайт 1С. В8.1С.ру По конфигурации документа оборот. Демонстрационная база. Есть различная база с различными. Смотрите, заходите. Пробуйте заходить обычно с правами администратора, а если нет, то с правами, допустим, руководителя. У них тоже обычно самый укрупненный доступ для того, чтобы вы, в принципе, могли посмотреть на стройки прав. Потому что если вы зайдете под обычным каким-то пользователем, у которого права только институтировать документы, то вы по умолчанию не сможете зайти на стройки прав до отступа под этим пользователем, что, в принципе, логично. Сергей просит рассказать, как итог, в целом последовательность. Сергей, вы очень хорошо закрепили материал, вы все верно говорите. Возвращаясь к нашему началу и главной теме, у нас есть вот эти уровни доступа, и они работают, скажем так, как пирамида. У нас есть полномочия, это самое верхнее, самое крупное деление прав, в котором мы раздаем пользователям права. Ты будешь пользователем, ты будешь производителем, и различным пользователям мы раздаем роли и ограничиваем функции этого пользователя. То есть у нас понятно, что есть руководители с контролингом, есть пользователи, есть производители, есть ответственные за отдельные вещи, за отдельные справочники, такие как функции и так далее. Затем у нас есть следующий уровень доступа, это политики доступа. Политики доступа урезают разрешение полномочий и урезают, и дополняют. То есть если мы в полномочиях разрешили пользователям создавать все виды документов, то в политиках доступа мы как раз определяем, что не все виды документов создаются всеми пользователями, потому что одна группа пользователей может создавать два вида документа, вторая группа пользователей могут создавать уже, допустим, первое создавали договоры, вторая создает приказы, третья, и все они создают вместе служебные записки. То есть именно политика доступа мы прорисовываем конкретное ограничение по видам документов, по организациям, помните, наши интересные всяческие настройки с возможностью ограничивать доступ по подразделениям, пересечения этих показателей и так далее. И рабочая группа документов. То есть мы физически можем, если у сотрудников есть доступ по полномочиям к просмотру всех документов, по политикам доступа к просмотру всех документов, мы все равно можем ограничить доступ к нашему одному документу, которому надо ограничить доступ от всех. Не используя там грифы доступ и так далее, мы можем ограничить рабочие группы документа, прописать только этих пользователей, которых нам нужно, скажем так, которые могут его видеть. Остальные его не увидят, даже если есть полномочия, даже если есть политики и права на папку. Права на папку у нас устраиваются для внутренних документов, для файлов, для мероприятий и проектов. И в принципе тут. А, и также у нас настройки доступности по состоянию. Это уже настройки для конкретных состояний документов по реквизитам. Какой реквизит мы можем изменять в статусе с классовым, какой и какой не можем. Наталья спрашивает, планируется ли доработка программы к более тонкому делегированию прав. Это очень актуально для крупных компаний. Наталья, могу сказать, что сейчас уже есть, насколько знаю, бета-версия, новая конфигурация документа оборота, которая разработана именно для крупных компаний, для холдингов. Если кто-то могло ошибаться, мне кажется, что это редакция 3.0, но может как-то по-другому назвали, где доработан очень крупный кусок функционала. Исполнители в ячейках, различные, то есть очень много функционала доработано. Также, что касается и про доступа, и ролей, и много чего на самом деле. Подробнее сейчас не могу рассказать, еще нет официального релиза. Но обязательно в будущем, когда выпустят, мы обязательно расскажем, покажем. И будем также запускать и внедрять данную конфигурацию. Нельзя сказать, что это отдельная конфигурация. Это действительно вот такая доработка типовой конфигурации документа оборота. Насколько знаете, у нас, в принципе, вот эта конфигурация ДО, она тянется, ее разработка, аж от 2009 года. Сколько помню, может и раньше. Изначально был совершенно другой вид, конечно, другая платформа. Сейчас у нас более, скажем так, ну, с одной стороны, и красивые виды. И, конечно же, весь функционал, о котором сейчас я могу рассказывать, с такой легкостью, он был доработан за все эти годы и реализован в данной конфигурации. Она не так часто обновляется, как, допустим, там, Perfiri и UT. Но при этом изменения, которые вносятся в документ оборот, они очень масштабные. И понятно, что каждая организация находит что-то для себя. Наталья, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Что ж, будем, наверное, заканчивать, если нет каких-то других вопросов. Также планируется вебинар, следующий у нас по работе с процессами и задачами. Когда именно, сейчас не скажу. Уже, наверное, в следующем году. Но смотрите, пожалуйста, за рассылками внимательно. А дать сообщим дополнительно. Вот так же переходите в инвестиционную базу, смотрите. И, скажем так, такая площадка для экспериментов, можно сказать. База, в которой можно что-то поломать. И за это ничего не будет, пользователи там не работают, их работу мы не приостановим. Что ж, хорошо, всем спасибо, коллеги. Буду радовать вас видеть на следующих наших вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!